здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а я заранее прошу прощения за звук сегодня у меня к сожалению сломалась сломался микрофон и вот как есть так и приходится делать видео видео отменить конечно же на можно но зачем это делать если в принципе вы меня слышите до сегодняшняя наша гостья виктория лопырева и сегодня в нашем разборе мы посмотрим как изящно она манипулирует нашим мнением и поэтому у всех кто меня просил разобрать викторию у всех какое-то неоднозначное отношение к ней возникло да я этим разбором пытаюсь ну попытаюсь вам помочь разобраться да вот где нами манипулировали как виктория относится к тем о ком она упоминает в этом интервью ее историю о том как она увела мужа из семьи и прочее прочее и в конце мы разберемся в отношениях с тем человеком который ушел от семьи ради виктории почему они вообще сошлись и почему они расстались все это очень четко описано ну вот в конце в общем я вам все расскажу поэтому оставайтесь со мной до конца а сейчас я включаю первый фрагмент по которому мы посмотрим базовую линию поведения нашей героини когда она говорит о вещах которые для нее известны интересны и как она жестикулирует как она выражает свои мысли давайте наблюдать итак первый фрагмент потому что здесь хорошая погода но мы не берем лето которое мы не проводим здесь хорошие школы он ходит в очень хорошую школу самую лучшую безопасно очень много каких-то развлечений развивашек для детей очень хорошая комьюнити очень много мам с детьми то есть это просто такой вот рай для мамы с маленьким ребенком она здесь я еще пока не не разбираю ее невербальная да просто чтобы вы видели как она говорит когда есть скрывать нечего вот это самое главное теперь идем дальше следующий фрагмент теперь на ну естественно многих из вас интересовала тема вот именно вот этого этой ситуации с женатым мужчиной который на потом на ней женился уйдя из семьи причем он уходил из семьи его предыдущая жена была беременна от него и детей они родили в общем-то параллельно там я я не смотрела насколько какая разница но оказалось что от этого мужчины были беременны обе женщины и он ушел к виктории а значит давайте смотреть вот по поводу этой ситуации и сразу делать определенные выводы ты знала о том что супруга игоря на тот момент своего супруга что она беременна изначально нет смотрите сначала 1 замирает и в конце опускает челюсть вниз что говорит о том что изначально может быть и не знала но бессознательно она не считает себя правой до сказала ли она об этом ну так себе скажем но бессознательно все-таки она прекрасно понимает о чем идет речь видите вот поджала губы то есть опустив челюсть поджимая губы она тем самым дала понять что она чувствует подавленность по поводу этой ситуации да а ну если даже ну в какой-то степени вины да она этого незаметно идем дальше это меня никак не оправдывает потому что он был женат но когда я узнала что она беременна я сама уже была в положении я знала с его слов что отношений нет видите очень сильно давит на то что с его слов да то есть акцент на то что обратите внимание именно с его слов но здесь конечно же это лукавство вы прекрасно понимаете что если человек хочет узнать информацию он всегда ее узнает а то что ей не хотелось эту информацию узнавать то это как говорится незнание закона не освобождает от ответственности это я так немножечко свои пять копеек естественно вставляю а далее она напрягается давайте видите то есть его слов акцент на этом она делает а далее идет напряжение она сжимается и говорит самый главный вопрос наверное который всех в говорит нет но кивает да если вы обратили внимание я не буду прокручивать еще раз прокрутите этот фрагмент если вам интересно будет она говоря нет кивает да то есть вот это вот знак того что это эмблематическая оговорка идем дальше ты сейчас замужем вы с игорем вместе видите такой вздох сначала сразу видно что там все плохо а по этой паузе поэтому вздоху поэтому опущенному лицу да значит как только поняла вопрос поджала подбородок печаль растерялась челюсть подняла заулыбалась демонстрат демонстративно то есть все говорит о том что у них все плохо дальше можно не смотреть но давайте досмотрим этот фрагмент и в общем то дальше по тексту там понятно если вы посмотрите это интервью все-таки у них действительно все плохо но как с первых секунд определить настоящее положение дел да вот так вот по невербальным сигналом тела то есть видно что все очень плохо давайте что такое видите вот замедленной съемки вот эта пауза видите глаза вниз потом поджав подбородок подняла челюсть и заулыбалась мы женаты лучезарно заулыбалась она человек публичный причем в индустрии красоты публичность ее и естественно понятно что улыбку она умеет включать на так же как и многие из нас любой человек который выступает на публике он обладает этим качеством включить улыбку когда надо в общем то что она нам и продемонстрирована продемонстрировала и смотрите как она отвечает максимально уходит от эмоционального описания все еще то есть мы женаты все еще но живем отдельно знаешь наверное то есть максимально факты минимально эмоции потому что тема очень скользкая тема очень опасная и поэтому она по ней идет очень осторожно и для чего я вам предыдущий фрагмент показала для того чтобы вы видели что тема которая у них у нее не вызывает таких эмоций рассказывается легко и с жестикуляции а здесь же наоборот она никак никак не жестикулирует и говорит максимально обтекаемо только факты потому что там все очень очень сложно и в каждом браке существуют вот эти вот кризисные года дальше уже пошло забалтывание обобщение да вот это вот все когда человек не хочет отвечать на вопрос когда она пришла показать что она классная крутая а здесь получается что тема которая показывает что не так уж все у нее хорошо и соответственно вот такая реакция и попытка уйти от ответа значит дальше давайте наблюдать про ее отношения вообще к сопернице от которой ее мужчина ушел и женился на виктории давайте смотреть это знаешь какой проект которым я а ну здесь немножечко еще фрагмент про то как она рассказывает о своих успехах для того чтобы вы сравнили вот как она говорит да как реагирует ее тело на эти слова горжусь и он проходит уже здесь много лет а мы с ней видите наклон головы полюбуйтесь мной и вот это вот тот же самый жест идет и в другом случае никогда не были подругами у нас есть одна совместная фотография просто с мероприятия которое я вела нашего общего знакомого и у нас были похожи платье и нас сфотографировали то есть видите отклоняется говоря о своей сопернице и ну типа я держусь от нее подальше и голова в бок любуйтесь мной я на этом мероприятии было выше статусом да и она со мной сфотографировалась то есть любуйтесь мной я здесь королева она как бы вот ну то есть изначально вот по поводу вины там вот каких-то таких вот переживаний совести здесь речи не идет здесь речь идет о том что она продолжает конкурировать со своей соперницей до от которой она уже увела мужа и сейчас он несмотря на то что ушел от нее неизвестно обратно вернулся или что-то но скорее всего там она чувствует все-таки ревность потому что если бы она не чувствовала ревность к той сопернице дату она бы так не реагировала она не показывала бы свое превосходство здесь она действительно показывает свое превосходство перед той женщиной дальше идем дальше так давайте понаблюдаем за эмоциями виктории мы жили смотрите отвращение и презрение тоже видите вот это односторонняя улыбка и губка немножечко пошла вверх да то есть и отвращение и презрение при описании того как они жили когда она приезжала на конкурс красоты и как в каких условиях ей приходилось жить вот смотрите вот при какой-то санаторий пришла и губы поджала но там уже прям совсем отвращение камера правда ушла вот последнюю прям долю секунды у нее прям такое отвращение вот она вот это вот когда прям губы сжимаются и верхняя губа прям натягивается отвращение это и брезгливость тоже кстати если что но это вот одно и то же торий коксового завода окна у нас выходили на кладбище и когда мы приехали а мама меня сопровождала на все вот по поводу мамы у нее никаких неприятных эмоций да и она вот здесь начинает жестикулировать когда описывает как мама приезжала как мама контролировала и вот это действительно правда практически конкурсы я так всегда была под наблюдением и знаешь такой коричневый кафель вот советское время такой шершавый вот смотрите эмоции отвращения презрения вот для того чтобы вы видели вот эти эмоции очень четко надо отслеживать в людях если вы это чувствуете ну вот видите вот такое это значит что и одна и отвращение и презрение участвует в том о чем говорит человек вот такая у нас была душевая мы делили комнату с девочкой из соседнего города а вот что не так с этой девочкой я не знаю но я вижу что отношение к девочке очень плохое опустила голову поджала подбородок натянула одежду вот смотрите когда человек вот таким образом рассказывая о человеке вот так вот показывает да вот таким образом реагирует ее тело здесь что-то не так что-то зарыто я не знаю может быть они там конкурировали очень сильно или что-то произошло такое что ей не понравилось но сейчас у продолжается такое отношение с отвращением и презрением в том числе по поводу этой девочки а то есть она сначала рассказала о тех условиях которых ей приходилось жить и там было отвращение презрения а теперь по поводу этой девочки то есть ну как бы не говоря ничего плохого об этой девочке мы знаем что отношение к этой девочке у нее было плохое и сейчас она нам продемонстрировала кстати по поводу этих конкурсов красоты да там тоже интересный момент я его не стала включать в разбор когда она рассказала что в один год ей предложили там как-то сблизиться с кем-то из участников из тех кто из жюри там или организаторов в обмен на то что она победит она на это не пошла к ней приехала мама и ее молодой человек а на следующий год она так очень уклончиво умолчала что ну вот посмотрите тот фрагмент там действительно умалчивание это как раз и есть сигнал того что нас скажем так умалчивание это тоже ложь понимаете и когда человек говорит о чем-то и намеренно либо переводит разговор либо умалчивает да это значит что он что-то скрывает его там вот тоже кое-что скрыто поэтому вы можете сами пересмотреть это интервью я просто сейчас не стала его включать все-таки самое важное что касается вот мы подошли к самому интересному ее манипуляции когда она описывает эту историю с женатым мужчиной как много здесь манипуляции я насчитала 11 манипуляций которые вам я считаю что обязательно надо знать потому что этими манипуляциями очень часто пользуются люди которые не хотят показывать себя в плохом свете до которые хотят сохранить так называемое лицо в ущерб все-таки нашему справедливому мнению о них давайте смотреть и делать выводы и обезопасивать или обезопас делать себя более обеза более безопасными да нет объясните мне как это слово мне уже стыдно обезопасить обезопасить себя вот вот так это была ситуация медийная твоей абсолютной демонизации ой найдет и понимаешь даже не хочется трогать эту тему потому что сначала отклоняется естественно тема не нравится и от этой темы она отклоняется у меня нет задачи никому ничего доказывать и я думаю что уже прошло досмотрите у меня нет вообще желание никому ничего доказывать но а чё тогда пришла на интервью вообще не понимаю знаете вот вот это кокетство меня конечно очень сильно удивляет да люди приходят и я вообще не для меня не имеет значения общественное мнение но тогда и не ходите по интервью ну не светитесь в конце концов но сами приходят рассказывают о себе а потом меня это не интересует я выше этого но вот это вот я даже не стала эту манипуляцию включать ну вот в перечисление тут и так их полно но вот это знаете обесценивание зрителя конечно же меня напрягло не знаю как вас напишите свое мнение как вы считаете ну и теперь у меня нет цели рассказывать о других что-то плохое да ну проходит там буквально несколько минут и она начинает именно плохое и рассказывает и еще одна фишечка достаточно времени чтобы действительно всех отпустила вот нормально получается смотрите она накосячила да и теперь когда она решила выйти опять на публику до которая была свидетелем всего всех этих без вот честно говоря не неприятных действий с ее стороны до действий которые осуждаемы в социуме потому что любая женщина может встать но оказаться в роли той самой женщины которую беременной бросил муж ради вот этой вот красавицы да и получается что накосячила да а теперь пришла и говорит да вы еще помните как ты как можно быть такими злопамятными да мы помним виктория да мы прекрасно помним и то что сейчас вы пытаетесь обесценить то что мы помним это не говорит о том что это обесценено это просто уменьшение скажем так давление совести для себя да но мы-то прекрасно помним и это все как говорится мы все знаем и не надо это обесценивать да вот то есть тема остается тема все равно есть и действие совершено понимаете и здесь уже как бы обесценивание обесценивай а вот манипуляция с таким вот пренебрежением типа прошло уже время и только самые злопамятные помнят да нет все помнят прекрасно и здесь уже как говорится береги честь молоду ну и идем дальше значит две манипуляции мы с вами проследили идем дальше это было очень жестоко просто в отношении меня как существа которые вот смотрите как она и изысканно давит на жалость то есть она существо которое только что родила да и вот и вот так вот и печально надела на себя и знаете вот печальку изобразила но челюсть забыла опустить понимаете то есть подавленность там не особо присутствует это сейчас давление на нашу жалость да чтоб мы ее пожалели то есть она накосячила а мы сейчас должны ее все вместе пожалеть она же там оказывается жертва в этой ситуации и вот в данном случае вот эта жалость так вернее это печаль которую она нам показывает а с поднятой челюстью это совсем не реальная печаль а человек когда подавлен и когда испытывает печаль у него нет сил поднимать челюсть у него ну вот эмоционально он при подавленности у нас челюсть опускается мы драться не собираемся печаль это эмоция не активная это пассивная эмоция поэтому все мышцы они расслабляются в этот момент и поэтому ну вот челюсть опускать а когда человек дерется с помощью эмоций да вот в том числе печаль то тогда он поднимает через и для него это инструмент понимаете вот в данном случае для нее печаль это инструмент для того чтобы мы ее пожалели поэтому не путайте пожалуйста настоящую печаль и печаль который вас ну можно сказать с помощью которой вами манипулируют вот здесь вот чистейшая манипуляция с помощью жалости только что родил мне было на тот момент непонятно почему это все лилось в только в мой адрес не только что вот первым пунктом помните я не хочу ни о ком ничего плохого говорить я пришла сюда белая пушистая белом пальто да и я ничего не скажу плохого а теперь смотрите как она размазывает ответственность да то есть да они вдвоем накосячили но зачем тогда говорить что я пришла такая благородная да я взяла все все на себя я отстрадала и так далее то есть она сначала проговаривает все свои заслуги которые она пережила а потом она берет и вот размазывает все таки эту ответственность все таки привлекает того человека которого она только что благородно перед нами не стала никак скажем на него лить свои какие-то помои да и вообще она его так благородно закрыла собой а потом отступила и говорит а подождите а я же не одна это делала да ну то есть вот это вот игра с нами и заигрывание да но как бы это это играет конечно это работает и часто вот такие манипуляторы они таким образом с одной стороны показывают себя благородными да а потом через какое-то время не такие уж они благородные да когда действительно нужно делать ну вот когда действительно касается их каких-то интересов да они тут же перестают быть благородными так и здесь то есть вот это игра в благородство это не что иное как позерство вот и все поэтому слушаем дальше будем вообще-то обесценивать мужчину который делает какой-то выбор а к человеку в пользу которого да на тот момент этот выбор был сделан смотрите как обесценивает свое участие да то есть я всего лишь маленький такой вот винтик который вообще жертва а на самом деле самый главный злодей это тот которого я в первом пункте то есть тот с помощью которого я воспользовалась ситуации и изобразила себя благородной да то есть все таки обратите на него внимание да я то благородная то свои там вот несколько слов в его поддержку сказала да я сказала что я не буду на него ничего плохого говорить а теперь получается все таки обратите именно на него внимание да и при этом когда про выбор говорится она это дело говорит с презрением то есть для нее до сих пор очень приятный факт что сделали выбор в ее пользу так что здесь никакого раскаяния вообще нету давайте я же никого не заколдовала она пошла уже доведение до абсурда забалтывания вот это вот все такие манипуляции которые которыми она явно прекрасно владеет а и вот ну при чем тут заколдовала причем тут это сделала и какая разница каким способом убийца убил свою жертву заколдовал он ее или или там не знаю что то сделал то есть действие сделано и играть вот этими возможными вариантами того как это было сделано это не важная информация важная информация что это было сделано и неважно какими методами вот смотрите как вот вот она презрение поджимает подбородок скрываемые ему как случае а теперь вот видите вот это так случилось тоже прекрасная манипуляция для многих манипуляторов знаете человек начинает это вообще признак детской позиции да вот все произошло само собой вот так случилось так получилось да и в общем то как бы я здесь вообще никак не не участвовала я просто проходила мимо и на меня свалилась вот эта ситуация да и я со своей стороны конечно благородная да я ни о ком плохо не говорю но все-таки посмотрите вот это он виноват это он виноват а на самом деле до сих пор наслаждается тем что выбор был сделан в ее пользу вот и все так случилось очень даже само собой случилось конечно прям но знаете вот такой вот эти манипуляции да они на самом деле вот когда в них разбираешься то сразу это все ну понятно да поэтому я вас призываю разбирайтесь манипуляциях если вам интересно у меня под видео есть небольшой курс по манипуляции там основные вот эти вот зацепки вот этих вот людей которые ну просто узнаете меня честно говоря раздражает когда человек приходит на интервью и рассказывает нам вот какие-то сказки про то какой он белый пушистый при том что сделала все чтобы таковой не являться я не говорю что я святая а кто святой а ну еще одна уловка манипуляция манипуляторов а это признать частично свою вину да и как раз в том обобщенном варианте который естественно соответствует всем нам да то есть она нас всех сравнила говорит я не святая ну знаете тут конечно же я возражу я тоже не святая но мужчин из семьи я не уводила никогда особенно ну вот если даже происходили какие-то знакомства если как только я узнавала о том что человек женат я сразу прекращала общение но это опять таки это мои моральные принципы и я не не говорю что я прям в этом смысле святая нет ни в коем случае всяко могло быть но если бы я попала в такую ситуацию я бы действительно испытывала чувство вины но здесь чувство вины абсолютно никакой нет и здесь идет просто отмазывание от ответственности вот и все поэтому вот а манипуляторы они часто вот таким способом находят какую-то общую черту между всеми людьми особенно теми кто ну можно сказать их судит и говорит но мы же все такие да то есть у нас у всех есть руки у нас у всех есть ноги до поэтому мы все могли сделать это преступление это как вот знаете вот тоже самое потом убийца какой-нибудь горит ну вот у вас же тоже есть нож на кухне вы же тоже могли это сделать да ну то есть вот игра слов игра слов ничего более но это игра слов очень хорошо работает потому что мы все обладаем эмпатией и мы все думаем ну да действительно мы же тоже не святые и тем самым впускаем ее в свое это обобщение но фильтруйте пожалуйста когда вам в жизни вот такие вот люди попадаются и пытаются манипулировать вами вот таким вот способом идем дальше так и у этой истории есть абсолютно разные как минимум две стороны этой медали вторую сторону никто никогда не обсуждал не услышал потому что я не считала нужным и не хотела подливать масло в огонь но здесь не в этом дело она как любой преступник он пытается замести следы как человек который накосячил она старалась подождать время чтобы об этой истории просто забыли да но так получилось что в итоге то и ее этот мужчина бросил да и сейчас они фактически не живут вместе и в этой истории теперь ей как-то надо выбираться из этого всего что она наварила да вот эту кашу теперь она пытается показать что она в белом пальто и прочее прочее но в целом конечно же манипуляции чистейшей воды да жалела ли я об этом на каком-то этапе да потому что но мне наверное было что сказать да конечно и при этом две стороны не уточняя ни никаких вот слов извинения да в сторону той стороны и жалею ли я об этом да нет не жалею но немножечко если только пожалела да это в последний момент когда у меня тоже бросил да вот только сейчас я об этом немножечко жалею но все-таки я была молодец меня выбрали я выиграла в этой истории так считает я не ожидала что за этим последует дальше то что последовало такая мощная пиар-компания в кавычках против меня и против да нет это не пиар-компания это просто реакция людей на действие ну вот действие довольно аморальные да и действие не по совести вот это реакция людей это не пиар-компания я так считаю потому что пиар-компания это немножечко другие вещи да а здесь вот действительно так мужа видите при слове мужа а сейчас я все-таки наверно верну немножко потому что там пауза на мужа павычках против меня и против мужа видите против меня и против мужа и кивнула а знать пауза голос тише и голова к плечу не знаю то есть у них там все очень сложно должна сказать но знаете как она обесценивает свои вот эти действия как будто бы она вообще оказалась вовлечена в какие-то чужие разборки да и вот проходила мимо и абсолютно она здесь ни при чем конечно же очень даже причем и не надо нам тут втирать ничего и вот замедленной реакции да вот по поводу мужа очень интересная реакция то есть она здесь но мне не хотелось она оказалась здесь действительно ну в той яме которую она сама и вырыла да и вот сейчас она действительно вот пришлось ей прийти на интервью и попытаться нам всем объяснить что она хорошая давлять а своего мужчину да она не хотела подставлять своего мужчину но сейчас она изо всех сил это делает я ни в коем случае не хочу сказать что он здесь не виноват он виноват еще больше естественно он конечно это вообще само собой понятно но виноваты они оба и возможно что она даже больше потому что до сих пор до сих пор она наслаждается своей победой и никаких слов сочувствия в сторону той женщины от коту у которой она увела мужчину мужа и вообще никакого сожаления по этой ситуации у нее нет поэтому не не верьте не верьте вот таким вот вещам да особенно настолько сдобренным манипуляциями теперь следующее так 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 тут фрагменты которые вот как раз по сигналам тела я хотела вам показать то виктория лопырева это просто очень красивая девушка которая очень нравится богатым мужчинам я думаю что я и бедным нравлюсь смотрите как головой нет через низко отклонилась отступила то есть бедным я конечно нравлюсь но я я себя не на помойке нашла да и то есть все таки конечно я им нравлюсь да но бедным ничего не светит но здесь я ее по-женски понимаю может быть поэтому конечно же у нас у всех есть определенный уровень ниже которого мы не будем спускаться до в отношениях с другими людьми нет я ни в коем случае не говорю о том что бедные богатые там надо как-то разделяться просто бывает что человек даже у него нет денег но по уровню развития он довольно высокий да и встречается человек с деньгами но допустим вот по уровню развития они в 3 ну вот подходят друг друга тогда это все нормально но если люди разных уровней развития и соответственно ну как правило это соответствует и уровню достатка и поэтому людям конечно же для того чтобы вместе жить и наслаждаться друг другом им действительно нужно быть на одном уровне развития чтобы хотя бы поговорить было о чем ну либо это просто сексуальная связь да поэтому здесь я как бы ее не осуждаю да ну вот это вот уточнение да я и бедным нравлюсь ну то есть понимает что все таки аудитория разная и надо всем нравится она пришла для этого да и поэтому она это уточнила но при этом тело она сказала что с бедными я не буду да так что бедные не сильно губу раскатывайте да закатите губу вам ничего не светит да дальше теперь по лицам да с которыми у нее были какие-то отношения были вопросы такие и по этим вопросиком давайте получим ответики у нас второй раз разговор возникает имя баскова ты понимаешь да что хочу тебя спросить да я тебе отвечу что я обожаю этого человека он мой очень хороший друг но у вас были кроме дружеских какие-то отношения что вообще это было история умалчивает не хочешь говорить на это дело но это была шутка чего говорить мы очень хорошие друзья мне кажется что вот в этом ответе все понятно в общем когда вам начинают вот таким образом забалтывать причем знаете она забалтывает и эмоции включила вот эти вот игривенькие да такие чтобы отвлечь внимание для чего она это делает да потому что там все настолько плохо вот самый худший вариант про них басковым если есть на просторах интернета это даже наверное половина истории обычно вот таким образом не отвечая на вопрос ну понимают что если ответят правду то закопают себя по полной программе а если скажут неправду то конечно же это будет видно поэтому вот это вот игра да вот эта история у нее умалчивает ну ладно пусть умалчивает идем дальше следующий фрагмент теперь по поводу смолова там тоже довольно интересные сигналы тела такая себе в белом пальто такая белая пушистая да давайте посмотрим это были твои очень яркие отношения сейчас он счастлива женат и да да они очень красивая пара красивая пара и качает головой нет потом через вперед смотрите вот челюсть я очень видели как челюсть вперед выдвинула то есть она она еще не сложила орудь оружие знаете она все все же присматривается и она всегда готова драться вот в этом случае так что осторожненько там за него рада потому что я знаю что он очень хотел ребенка и я думаю ну классная семья ну да конечно ничего не говорит о его избраннице да а он хотел ребенка то есть тем самым косвенно дает понять что она всего лишь инкубатор да он он просто хотел ребенка поэтому он ушел к ней а любит наверняка он еще меня ну судя по ее сигналам тела не отпускает она своих мужчин да идем дальше следующий ну я думаю что разбор невербальных сигналов тела я можно вот на этом и завершить давайте посмотрим у меня отсутствует я захожу куда-то я в этот момент ни с кем не конкурирую у меня нет такого я зайду и вот там нет вот я пришла вот это я а вот там кто-то другой а здесь еще кто-то 3 я не соперничаю у меня отсутствует чувство конкуренции но абсолютно отсутствует особенно вот в предыдущем фрагменте выдвижение челюсти до прекрасная пара да и челюсть вперед конечно конечно мы все верим тому что абсолютно отсутствует чувство конкуренции и когда она рассказывала о участии в этих конкурсах красоты да она говорила что она идет на победу она четко знает но то есть человек очень целеустремленный очень хорошо оценивающий ситуацию понимающий конкуренцию прекрасно владеющие манипуляциями и многими другими инструментами поэтому здесь я совершенно не верю что у нее у нее просто сканер хорошо настроен и прекрасно она в этом всем варится это ее стихия и будем наблюдать за ней дальше но что касается вот этой ситуации с женатым мужчиной здесь конечно же нет никакого не раскаяния не ну вот знаете как обычно когда мы что-то накосячим мы пересматриваем пересматриваем свое поведение и как-то делаем выводы но здесь выводов не сделано и будем наблюдать вполне возможно что она еще раз может это сделать если будет такая возможность и желание с ее стороны а желание будет так что не верьте вот таким манипулятором я считала важным сделать именно этот разбор для того чтобы вы понимали вот с точки зрения манипуляции теперь давайте для тех кому интересно совместимость вот с этим женатым мужчиной я вот выявила действительно здесь кармические вот эти вот вещи которые получается что они оба отработали определенный ну этап своего развития потому что смотрите например по нумерологии вот если взять я посмотрела ее по фамилии слопырева через и через е и и поставила ей его фамилию на момент когда они жили вместе я вижу что с его стороны действительно была привязанность вот душевное побуждение 8 а у нее число дня рождения 8 то есть с его стороны была привязанность да вот когда они встретились и вообще в принципе с его стороны вот пока была эта привязанность и были эти отношения с ее стороны этой привязанности ни по каким вариантом ее фамилии не было поэтому ну вот как бы нумерология это довольно поверхностный слой знаний но кстати если вам интересно разобраться вот по нумерологии да особенно если вы там собираетесь замуж менять не менять фамилию это очень важный аспект поэтому под видео есть ссылочка на курс по совместимости скобочках нумерология можете это сами как бы усвоить для освоить для себя и использовать но но я решила заглянуть в их натальные карты часа себя сдвину чтобы не перекрывать стоп секундочку вот это ее карта так как я нажимаю а я не вот сейчас я себя убираю так значит это ее карта это его карта но опять вы видите что домов здесь нет это космограммы да но по космограмме очень четенько видно связь между планетами и самое главное что эта связь очень четко вписывается в то что это реально была кармическая отработка с обоих сторон причем обоюдная смотрите даже в хороших вот этих зеленых аспектах да вот два секстиля и тригон и соединение планет вот по этим четырем пунктам уже идет карма то есть смотрите для того чтобы люди вместе сошлись им нужно чем-то действительно друг друга зацепить и обратите внимание какими планетами они друг друга цепляли значит секстиль его лилит а он снаружи получается вот его лилит и ее а вот и ее юпитер а это говорит о том что она его заинтересовала благодаря ее медийности а что касается лилит то это в прошлой жизни они друг друга друг другу задолжали конкретно получается но тут завязка по обоим лилит обоюдная и получается что в прошлой жизни они что-то не доиграли друг с другом и в этой жизни они встретились до играть вот здесь вот получается он увидел что может получить свой должок из прошлой жизни благодаря ее медийности то есть это был позитивный фактор который повлиял на то чтобы он вот проявил к ней симпатию да теперь дальше следующий секстиль ее лилит с его солнце а ей интересны достижения его эго да то есть получается то чего он достиг в жизни ей интересно идем дальше следующий аспект тригон ее сатурн и его узел кстати узлы находятся рядом что часто притягивает людей друг другу потому что конечный пункт жизни скажет но вообще предназначение самая главная цель жизни она находится рядом у этих людей и поэтому они друг друга хорошо понимают они идут по одному пути и соответственно у них вот это притяжение и возникло да но кроме того видите тригон идет на вот это самое предназначение от ее сатурна то есть она своим сатурном своей дисциплиной на также секундочку она его направила можно сказать своим появлением в его жизни к его предназначению а тем более у них предназначение рядом то есть она ему как бы дала вот это направление так как это все находится в близнецах им в этой жизни нужно становиться учениками познавать все новое они пришли с опытом учителя но в этой жизни им надо больше познавать информации вот они познают ее с помощью друг друга и еще одно смотрите соединение на этот же самый сатурн который скажем помогает его предназначению на этот сатурн ложится его этот плутон его плутон садится прямо на него на ее сатурн это говорит о том что она его как бы контролирует и направляет да ну и он ее тоже контролирует и направляет причем более жестко ну вот тут такой прям симбиоз то есть даже по позитивным фактором уже заложено то что они друг друга притянули по лилит и это значит что это больше соблазн до больше соблазн чем но и тут предназначение до получается что это больше такая роковая связь а теперь что касается негативных моментов которые мы здесь видим вот эти негативные моменты они возникают уже потом когда мы притерлись вдруг увидели все прекрасные качества да здесь лилиты очень хорошо постарались лилиты они умеют включать обаяние и все такое да вот они там свою жертву наметили она сон его солнце он ее юпитер и вот обхаживают до друг друга и как бы думают что все замечательно а дальше включаются негативные аспекты а именно вот эти красные полосы и что здесь у нас мы видим оппозиции его марс и ее сатурн вот он его марс и ее сатурн который вот дисциплинирует видите от сатурна идет вот это вот направление сатурн у нее очень активно работает в том чтобы этому мужчине дать направление по жизни до а тем самым его марс встает в оппозицию к ее сатурну и она хочет держать его ну грубо говоря за его фаберже да то есть его активность должна быть под контролем сатурна но здесь вот уже похуже ситуация то есть если с предназначением она как-то более-менее выстраивает отношения то здесь идут жесткие такие терки и с его стороны естественно кипит агрессия да это же марс и ему нужно быть активным ему нужно быть свободным а здесь вот пришла она со своим сатурном и говорит ты будешь теперь от сих до сих только активным а остальное время вся активность будет для меня она естественно ему это не нравится дальше оппозиция его лилит а и ее солнце а вот здесь смотрите вот получается ее лилит его солнце контролирует но мягко а его лилит по отношению к ее солнцу извините она львица и еще и работает моделью да а он вот ему это все не нравится он хочет чтобы вся энергия поступала к его лилит лилит это черная дыра которая засасывает энергию да и то есть получается его лилит должен быть сыт не только вот этим юпитером по которому он и так получает кстати вот я ну вот с трудом нашла кто это такой да и не знаю насколько он известный человек но я думаю что медийности ему добавила как раз именно она вот по этому соединению но при этом и он как бабка из золотой рыбки да ему все мало ему надо не только чтобы она ему медийность давала но еще и сидела и паранжу желательно носила вот примерно тогда а с ее стороны естественно идет агрессия тоже а как это я буду паранжу носить это не моя тема вообще паранжа ну то есть вот здесь еще один конфликт назрел только тогда когда они стали вместе жить да и ближе стали друг другу присматриваться дальше по квадратам квадрат ее венера значит вот она ее венера и его кто его уран значит она хочет одно а получает неожиданный абсолютно результат непредсказуемый результат потому что уран это планета революции как захочу так и сделаю и не буду ни по каким нормам правилам действовать да но действительно здесь с его стороны идет вот вообще непонятное неадекватное поведение она так хочет 1 да она вот для нее и приемлемо это а он ведет себя абсолютно по-другому и с его стороны тоже попытка развиваться до встречается с ее хочу да и вот я хочу я не хочу и вот эти вот по венере тоже как бы она его тормозит по его развитию по сути ведь уран это высшая октава меркурия а меркурий это вот у них в близнецах предназначения да то есть ему нужно учиться ему нужно познавать новые новую информацию использовать ее развиваться да вот то есть его задача развиваться а она его вот своими хочу не хочу и она его останавливает и вот это тоже минус и еще один квадрат его сатурн и ее солнце то есть ее солнце вот просто при ближайшем их вот как только они сближаются до ее солнце начинает вообще просто будет зажатым в тисках вот реально потому что зажимается здесь у нас и со стороны лилит идет оппозиция до позиции это прям очень остро и квадрат то есть неприемлемое поведение ее и ее поведение партнеру кажется неприемлемым потому что он по сатурну знает что все должно быть квадратным а чё это она там выходит и светит своим лицом что это она так себя ведет то есть получается что он ее вот очень сильно зажимает осуждает и вот такая история но кстати если у вас там допустим вы это обнаружили у меня курс по астрологии если вы там нашли у себя много вот таких вот оппозиций квадратов это все лечится это все прорабатывается и в любом случае вот если бы действительно люди были нацелены на развитие то здесь вот прям четенько ну вот я например на консультациях я рассказываю что надо делать вот при таких вот ситуациях да если бы они сходили на прием к астрологу и он бы им все это рассказал то может быть они не разошлись бы но разойтись им скорее всего надо было по законам кармы потому что но нельзя брать чужое нельзя и взяв чужое вот вот так вот в итоге итог в общем-то предсказуем но этого всего можно было избежать если бы действительно более осознанно относились к своим действиям и к тому как вступать в пары поэтому если у вас вот есть партнеры да то не поленитесь разберитесь в себе у меня есть много курсов где вы можете самостоятельно это сделать курсы по 990 рублей это не недорого либо на консультацию приходите и разберемся прям по полочкам я раскладываю все показываю но вот вот эта вот штука которую нельзя оставлять без внимания но и самое главное как я считаю вот в этом разборе никогда девчонки не зарьтесь на чужих мужчин вот вот всегда это это вылезает боком рано или поздно вот поверьте мне женщине которые уже 18 большим хвостиком да и я это все видела у меня считай на глазах происходило много таких ситуаций поэтому я считаю что я могу сейчас такие рекомендации давать девчонки всегда найдется свой человек и вы с помощью допустим астрологии других способов обязательно его распознаете увидите влюбитесь и он вас будет любить то есть все будет хорошо но самые главные принципы это не брать чужого это касается не только мужчину и других и другого всего то есть берешь чужое отдаешь свое понимаете и будьте в этом очень бережны со своей кармой вот что я хотела вам сказать на этом я буду заканчивать наш разбор надеюсь что вам понравилось кстати напишите свое мнение по поводу моих выводов может быть у меня выводы как у какой-нибудь старпёрки до осуждающий всех и вся поэтому напишите мне об этом тоже я люблю читать ваши комментарии когда вы мне много чего пишите и хорошего и плохого и я благодарна вам за ваши комментарии потому что они действительно делают меня лучше когда вы мне обозначаете мои недостатки я это для меня не повод обижаться на вас это для меня повод работать над собой и становиться лучше и делать всем нам хорошо то есть таким образом даже своими комментариями негативными вы делаете мир лучше конкретно мир меня поэтому спасибо вам большое что вы со мной я вас очень люблю до новых встреч пока пока